Медицинский осмотр спортсменов проходит в напряженной атмосфере. Дело в том, что в Балакове никак не найдут врача, специалиста по спортивной медицине. В марте Балаковский специалист, который проводил осмотр спортсменов ежедневно, ушел на пенсию, но на смену ему никто не пришел. А по новым требованиям без осмотра, подписанного специалистом, спортсмен не может тренироваться и выезжать на соревнования. Сейчас мы проходим комиссию. Если раньше мы проходили ее в нашем спортивном кабинете, в диспансере, это все было просто, у нас по закону мы должны раз в полгода это проходить. Сейчас, конечно, мы не успеем, потому что вот за три месяца у меня только четыре человека прошло. Хоккеисты проходят, футболисты, потому что у них сейчас сезон, у них проходит детей очень много. То есть город большой, мы остались буквально... Саратовские врачи приезжают, я так понимаю, по мере необходимости, но это максимум, наверное, раза два в неделю, принимают они человек 30, наверное, 50 в день. Это, конечно, капля в море. Комиссия стала намного строже, потому что нас теперь требует такой довольно большой список, бегунок нам дали, мы должны пройти всех специалистов, и это тоже сложность, потому что сейчас лето, многие в отпусках, многие... запись вперед на месяц, на полтора, где-то идут навстречу, конечно, когда объясняем ситуацию, потому что Шарабанова сказала, что будут помогать, где-то действительно помогают, где-то они не в силах, потому что, ну, если живая очередь, каким образом тут мы уже 50 человек вклинимся. Если он не будет хотя бы одного врача, нас не примут, и мы ждем еще неделю-две. Выездная бригада врачей проводит осмотр балаковских спортсменов в двух лицензированных кабинетах во второй детской поликлинике. Если бы не было этих кабинетов, то прием вообще запрещено было бы вести. Как нам сообщили, в региональном Минздраве за три месяца состоялось 9 выездных медицинских комиссий, осмотрено 538 спортсменов. В Балаковском районе спортивных секций занимаются около 5000 ребят, и их надо осматривать два раза в год. Итого 10 тысяч осмотров. Но даже по приблизительным подсчетам, допуски врачей к тренировкам и соревнованиям получат меньше половины спортсменов. Подробный комментарий по этому поводу нашему каналу дал начальник отдела по спорту Игорь Быстров. В этом графике они могут работать, и ни в каком другом. Что делать? Ну, вот мы сейчас с коллегами уже на нашем совещании обсуждали, что нужно все-таки постараться найти врача спортивной медицины, который бы, а, согласился даже если он врач общей практики, перейти на это направление. Сразу хочу сказать, что это направление специфическое, и не каждый врач еще захочет работать. Ну вот лично я разговаривал уже с тремя кандидатами, или даже не кандидатами, а с тремя людьми, которых бы мы хотели видеть на этой должности, но ни один из них не согласился. И сейчас, конечно, это бы ситуацию, не скажу, что бы прямо на 100% кардинально поменял, но этот человек сидел бы уже не в графике, а каждый день, ежедневно, там, с 8 до 15 часов, или какой график там установит работодатель. Но эта задача сложная. Это при том, что мы имеем договоренность с санодом Ростбулаков, что обучение этого специалиста они готовы взять на себя. На сегодняшний день стоит задача поиска врача, имеющего лицензию, имеющего обучение по специальности врач-спортивной медицины. Эта задача непростая, поскольку вы знаете, что неукомплектованность вообще в целом медицинских кадров составляет Булакова от 43% в детской поликлинике и выше в других лечебных учреждениях. Конечно, это бы облегчило задачу, поскольку врачи из Саратова приезжают с периодичностью примерно раз в две недели, в зависимости от того, какие заявки подают руководители спортивных школ. Чтобы разгрузить здесь в какой-то степени работу медицинского кабинета, спортивной направленности, в штате на сегодняшний день имеется только одна медицинская сестра. Еще раз, это штат, который формирует область. Мы обратились к руководству Саратовского областного врача-спортивного диспансера с просьбой, ну, хотя бы на 0,5 ставки взять еще единицу врача. К сожалению, ответ получили, что это невозможно, поскольку, как они объясняют, финансирование ведется только за счет бюджета области. Это не предусмотрено. Поэтому на сегодняшний день выработан определенный алгоритм действий совместно со всеми заинтересованными лицами директора спортивных школ, областной врача-спортивный диспансер, отдел по спорту и детская городская поликлиника, которая оказывает существенную помощь в этой процедуре. Этот осмотр для детей бесплатный. 350 рублей за осмотр выплачивается из бюджета Балаковского муниципального района. Ситуация немножко осложнилась в связи с тем, что это областное учреждение, которое финансируется за счет средств областного бюджета и выполняет государственные задания, которые предполагают, что безвозмездно оплату, без оплаты медицинский осмотр проходит только государственное учреждение, находящееся в подчинении Министерства спорта в Саратовской области. Пока срывов поездок на соревнования из-за отсутствия медицинской комиссии в Балакове не было, потому что многие спортсмены еще имеют на руках результаты комиссии, пройденные при бывшем враче. Но с момента ухода того врача на пенсию уже прошло около четырех месяцев, а значит, скоро эта подушка безопасности исчезнет, и саратовским врачам придется чаще приезжать в Балаково. Потому как при существующем графике выездов они не справятся с осмотром 5000 балаковских спортсменов.